Не ленись, подпишись! Доброе время суток, друзья! В этом уроке я расскажу вам, как создавать бесшовные текстуры, а также бамп и карту отражений. Какие программы мы будем использовать в уроке? Photoshop, чисто для создания альфа-канала. VMT Editor, для быстрой настройки и VMT файлов. И замечательная программа PixPlant, с помощью которой мы и будем создавать тайлы. Для урока я подобрал три фото, траву, кирпичи и обои. Запускаем PixPlant. И выберем создание тайловой текстуры. В новом окне нас просят указать размер будущей текстуры, чем больше, тем лучше. Далее нам нужно выбрать исходное изображение. И начнем мы, пожалуй, с фото травы. И вы можете не заметить, но прямо во время загрузки программа уже пытается сделать бесшовную текстуру. Но, все равно, нам нужно как минимум подправить одну вещь. Это освещение, ну и общий цвет изображения. Ставим галочки в обоих случаях и заново генерируем текстуру. Видите эти размытые участки? Чтобы их убрать, по возможности, нужно указать программе, какие участки изображения она будет использовать в местах склейки. В идеале должен быть зеленый цвет, но нам хватит и того, как есть. Генерируем и вот, более-менее подходящий вариант. Сохраним текстуру. Теперь для сравнения поглядим, как будет выглядеть на 3D модели исходное изображение и наша текстура. Жмем сюда. Выбираем болванку, это может быть куб, цилиндр или полотно. Далее UV разметку хотя бы на двоечку. И теперь загружаем диффузную текстуру. Первое, что бросается в глаза, это освещение по краям, о котором я изначально предупреждал. Ну и конечно же, сами места стыков, тоже трудно не заметить. Ну а теперь посмотрим на нашу текстуру. Есть вопросы? По-моему нет, все идеально. И что самое главное, просто и быстро. Не будем останавливаться на достигнутом, попробуем другое изображение. Кирпичная стена. Уже при загрузке изображения мы видим, что края текстуры находятся по центру кирпичей. Исправить это можно двумя способами. Первый, это изначально заготовить фото ровным квадратом. В любом графическом редакторе, будто от Paint.Net или же сам Photoshop, для которого есть даже специальный плагин PixPlant, точно повторяющий способности этой программы. Второй способ. Более кривой и неудобный, но вам не придется выходить из программы. Генерируем, пока не получаются более-менее ровные границы. Готово. Перед тем, как сохранить текстуру, ей можно изменить яркость и контраст. Проверим швы и свет. Все замечательно. Пришло время последнего изображения, которое попутно мы еще и превратим в бамп и карту отражений. Итак, загружаем обои. Если кликнуть на шаблон, то увидим приятную картину. Программа сама нашла место симметрии, поэтому у нас не должно возникать артефактов в виде наложения картинок друг на друга. Если программа в вашем случае не находит такую зону, попробуйте на глаз ее сами отыскать. Генерируем, пока не достигнем лучшего варианта. Эти галочки помогают, когда есть зеленая зона. Вот оно! Края по бокам и вертикально ровные. Если вдруг возникают какие-то артефакты, их можно попробовать закрасить фотошопными инструментами, вроде клонирования. Кнопка Alt отмечает место клонирования. Что ж, пришло время для создания бамп и карты отражений. Выбираем помимо диффузов, дисплейсмент, нормал и спекуляр. Настраиваем все следующим образом. Отключаем рендер дисплейсмента и начинаем редактировать бамп, пока не получим приемлемую картинку. Сохраняем бамп-карту. Переходим к спекуляр. Спекуляр это и есть карта отражений. Чем суть? Темные места не будут ничего отражать в игре, светлые же станут. Тут достаточно просто вытащить контраст на максимум или же выбрать мой шаблон. Сохранив все три изображения, закрываем программу и открываем фотошоп. Наша задача вшить в бамп карту отражений. Открываем обе картинки, копируем спекуляр, затем переходим к бампу, кликаем на каналы, создаем альфа-канал и туда вставляем спекуляр. Отключаем рендер канала и сохраняем изображение в TGA формате с альфа-каналом. Все, завершающий этап. Обращаемся в игровой контент. Запустим VMT Editor. Первым делом превратим диффузную карту и бамп в VTF текстуры. Теперь пишем VMT. Загружаем основную текстуру, подключаем бамп. И вот слева в столбике находим Reflection, отражение. Использовать для отражения кубмапы и ставим галочку на использовать маску из альфа-канала бампа. Вот и все, наши три изображения готовы к бою. Сохраним VMT. Как делать кубмапы вы должны знать, если нет, смотрите мое видео на канале. Наслаждаемся результатом своих трудов. Весьма недурно. Я очень надеюсь, что это видео вам помогло. Помогите мне. Донат, подписка или хотя бы жалкий лайк. Если хотите продолжение видео по материалам, ставьте плюсик в комментариях на ютубе. А я скажу, удачи, тамодачи!